Огромная беда заключается в том, что у нас про авиацию вспоминают от аварии к аварии. Вот произошла катастрофа, все вспомнили, что у нас беда в этом сегменте. Ну и ничего не делается на самом деле. Я помню, скажем, там была шумная катастрофа, потом тоже бум был, всплеск эмоций под Томском, всплеск эмоций, молчание. Потом вот в Москве, во Внуково самолет одной авиакомпании, выехал аж на Киевское шоссе, тоже был всплеск эмоций, обещание депутатов срочно разобраться над законом, молчание. Ну это тоже огромная катастрофа, когда у нас не хватает летного состава, не хватает техника. Ведь все это зачастую не от того, что, как многие думают, у нас летают какие-то ржавые самолеты. Да самолет это зачастую нормальный, но мы знаем, есть проблемы и количество пилотов, и техников, и так далее, и так далее, и так далее. Даже авиакомпании, у которых достаточно хорошая статистика с точки зрения катастрофы, например, Аэрофлот, все равно поднимает там известный вопрос, чуть ли не там о том, что получить возможность гастарбайтерам становиться пилотами. Был скандал там, да, пока эти законопроекты не приняты, но эти вопросы будут и будут подниматься. Растет нагрузка, налетный состав, поэтому тут вопрос не только, увы и ах, в железе, и даже сколько вы не принимаете законы, которые борются там с эксплуатацией судов, там с большим налетом, проблема в людях. И вот эту проблему решить, наверное, за один-два года не получится, но с этого надо начинать все.